Михаил Пришвин. Летний дождь. Расскажу, как было в лесу перед самым дождём. Наступила такая тишина, что, казалось, каждый листик, каждая хвоинка, силилась быть первой и поймать первую каплю дождя. Я увидел ёлку. Росла она в тени, и от того сучья у неё были опущены вниз. Под ёлкой получился хороший шалашик. Невозможно передать прелести пребывания в лесу под ёлкой во время тёплого летнего дождя. Хохлатый рябчик, гонимый дождём, ворвался в середину нашей густой ёлки и уселся над самым шалашом. Совсем на виду под веткой устроился зяблик. Ёжик пришёл, проковылял мимо заяц и долго дождик шептал что-то нашей ёлке. И мы долго сидели, и всё было так, будто настоящий хозяин лесов Каждому из нас отдельно шептал, шептал, шептал.